Реализован проект «Победитель онлайн-голосования» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году наибольшее количество голосов угличан было отдано за благоустройство зоны отдыха у пруда в поселке ДСУ. Всю свою сознательную жизнь здесь был пруд. Но не такой заросший, как в последнее время. У нас здесь не было мусорки. Просто был пруд. Мы здесь с ребятами катались с горки, ну, развлекались. Просто был обычный пруд. Все об этом говорили, что надо голосовать, голосовать за наш пруд, чтобы нам здесь сделали красиво, хорошо. Мы участвовали все, привлекали соседей, знакомых, друзей, чтобы все голосовали за наш пруд. Первый подрядчик, конечно, подвел нас и закончили в позднее время. Да, он ушел, бросил нас, не доделав ничто. А Игорь Романов взялся за это и в кратчайшие сроки сделал прекрасную нам площадку. Мы очень все довольны и рады. На территории выполнен большой объем работ. Убран дикорастущий кустарник, чаша водоема очищена и выложена габионами. Вокруг пруда устроена деревянная дорожка, установлены скамейки, урны и диван-качели. Также благоустроены тротуары вдоль улицы Нариманово, установлены новые остановочные павильоны, произведено озеленение территории, обустроена площадка, со спортивными элементами, проведены освещение и видеонаблюдение. Неожиданным подарком для жителей стала новогодняя елочка. Всегда только смотрела. Нравится? Да. Очень хорошо, очень. Мы теперь гуляем. И дети здесь, и взрослые с колясочками ходят. Мы рады, что нам сделали так. Это все мы считаем очень программу нужную, дельную. И спасибо большое администрации. А особое, мы выражаем благодарность, особое, вот кто делал, это Романову, Игорю и всей его команде. Парни молодцы. Ему все понравилось, качели. Качели, тренажеры пробовал уже? Да, я уже ходила на них. Тренажеры не нравились? Не знаю. Все нормальные. Программа очень важна. Во-первых, это преображение нашего города в маленьких участках, в маленьких двориках. У нас в этом году сделали и площадку деткам, и здесь парк для отдыха. Теперь у детей есть большее пространство, где провести время. Мы как бы живем на окраине города, и у нас у некоторых нет возможности ездить гулять в центр. Ну, родители работают, и все. А здесь детям очень комфортно и хорошо стало. И елочка у нас просто самая красивая теперь в городе и в районе. Мы очень рады. В такой красоте. В текущем году 4612 угличан проголосовали за одну из трех общественных территорий. С большим перевесом победителем стал проект благоустройства сквера у дома номер 20 в микрорайоне Мирный. Проект будет реализован в 2024 году. Мы надеемся, что здесь будет очень хорошее, настоящее с артановым покрытием детская площадка, где будет весело и интересно нашим малышам. Хотелось бы, конечно, иметь замечательную зону отдыха для взрослых и пожилых, потому что действительно мирно и у нас расстраивается. Количество людей в микрорайоне растет. Очень большим сосредоточием жизни моя школьная площадка является, но она, конечно, всех не вмещает. И хотелось бы, чтобы вот таких замечательных, интересных, полезных мест в нашем микрорайоне стало больше. Действительно, это востребовано. Предполагается, что сквер в Мирном станет первым общественным пространством в крупном жилом районе, где будут предусмотрены зоны активности для малышей, подростков и взрослых людей, в том числе предпочитающих активные виды отдыха. В сквере установят большую горку и много качелей. Особое внимание уделят озеленению и логике пешеходных путей. Продолжение следует...